МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К нам расскажет Елена Вартанова, заместитель и директора нашего замечательного Тверского государства Объединенного музея. Елена, добрый день. Что за выставка? Во-первых, вы правильно сказали, что она юбилейная. И то, что мы вспоминаем это событие, оно как-то перекликается. И сейчас, я думаю, что как раз вовремя мы вспоминаем об этом событии, когда действительно война 12-го года смогла показать единение действительно народа, единение власти, единение дворянства, высших сословий и так далее. И почему нам хотелось бы, чтобы она была, вот эта выставка состоялась, потому что наша Тверская губерния, это была одна из первых, где проходила именно сбор народного ополчения. Вот эту всю историю об этом вы можете узнать у нас на выставке. Более того, я еще раз хочу сказать, что у нас на этой выставке самое главное то, что практически все подлинные экспонаты того времени. Вы можете увидеть подлинные ружья, которыми воевали, которые были изготовлены на Тульском заводе. В 1812 году вы можете увидеть обмундирование, вы можете увидеть медали, вы можете увидеть... Там представлена вообще как бы отражена война 2012 года практически и на холстах, и в графике. А, то есть и картины выставлены. И картины, и графика, и предметный ряд, и посуда, и какие-то там сувениры, и книги, и рукописи подлинные. Приходите, увидите. Я думаю, что это вас порадует. Там представлен предмет только из фонда нашего государственного музея? Эта выставка в основном состоит у нас... Мы представляем коллекцию Вихрова Анатолия Николаевича, который... Александра Николаевича. Ой, прошу прощения, Александра Николаевича. И мы добавляем свои предметы из собрания Тверского музея. Я бы хотела сказать, что из собрания даже дореволюционного Тверского музея, которые сохранились. Вы знаете, что собрание наше? Не дошло все. Так что он-то и делал. Да. Удивительно. Ведь там, по-моему, 90% погибло в год войны. Да, 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 да. И я бы хотела сказать, что там у нас будут названы имена наших героев войны 12-го года и даже предметы. Например, у нас есть икона из семьи Сеславина. Да? Да. Это известный наш партизан. Да, да. Из семьи Сеславина. Он уже был еще и адъютантом Барклайда Толли, как вы знаете. Так что есть у нас там и записки, письма русского офицера Глинки. Да, прижизненное издание. Так что приходите, посмотрите портреты, какие-то предметы быта. Я думаю, это очень интересно. Так что... Более того, я хочу сказать, что обязательно будут организованы для детских групп, и не для детских групп, мастер-классы по итогам выставки. Все могут почувствовать себя Наполеонами, все могут себя почувствовать Кутузовыми. Скажите, а вообще Тверская земля, как она участвовала в той войне? Насколько я знаю, да, были сформированы ополчения, был даже сформирован егерский батальон. Да, по указанию Екатерины Павловны. Она первый человек, который тогда предложила своему брату, Александру императору тогда, чтобы именно созвать народное ополчение. И она организовала егерский полк в составе где-то более тысячи человек. По одним данным идет тысяча человек, по другим данным тысяча сто, но в любом случае... Полк, по сути. Он назывался батальон, но по факту это полк. Да, да, да. Который она же и снарядила. Полностью обмундировали, то есть вооружили. Да, да, да. Тут надо еще отметить то, что участвовали все мещане, дворяне, купцы. Все собирали деньги. Духовенство, надо отметить, тоже тогда очень сплочило. Вот эта война моментально как-то всех умудрилась платить. Причем, правильно, она была не такая длинная, но при этом за короткий век время было такое сплочение, единение народа. А что было с этими нашими ополченцами, с егерским батальоном по ходу этой войны? Егерский батальон, то есть если ополченцы, говорит, туда шли практически до границ, да, там Россия, а потом вернулись, то егерский батальон принимал участие в заграничных походах. И вернулся он всего лишь в 50-процентном отношении, будем говорить, тому, что ушел. Но вот если говорить, кстати, про ополчение, например, если говорить про Муравьевых, да, он же даже тоже наши, наши местные, он же даже здесь и убежал от матушки, которая не хотела его пускать, ввиду того, что он якобы там слаб здоровьем, он убежал из дома, его схватили крестьяне, посчитали его французским шпионом, вернули домой. Но через год он все равно встал в ряды. Он встал в ряды. Скажите, как-то вообще есть какие-то данные, как-то встречали наших егерей по возвращению после победы? Нет, и я думаю, что это будет отдельное исследование. Надеюсь, что к этому будут обращены, предположим, те же самые студенческие работы. Историки должны исследовать этот период времени. Газеты должны сохранить с того времени? Нет, ну что-то сохранилось. У нас, к сожалению, только часть, но у нас тоже есть, да. Я думаю, что это надо копать архивы. И архивы не только Тверской областной архив, но и копать московские архивы, прежде всего. Это целое исследование. Вообще, куда у нас можно про каждого человека написать какие-то работы. А тоже Тверская губерния была затронута. Может быть, что к нам заходили отряды французских уражеров, рядовые отряды. К нам, может, свозили раненых, пленных. Раненые были точно, пленные были точно. Я больше хочу сказать, что были направлены отряды фуражеров, которые собирали французских. Вот в Ржевском районе, я неправильно говорю, не район, Ржевский уезд. Ну да, так Ржевская земля, да. Да, на Ржевской земле точно было. И поэтому тогда создавались летучие отряды, которые партизанские, которые как раз охотились за этими уражерами. В Ржевском районе, я просто сейчас не могу сказать, не напомню сейчас фамилию, но там точно был создан такой отряд, который принимал участие в этих действиях. А раненых ног нам было провезено? Не могу. Я вот, знаете, достаточное, я думаю, достаточное количество. И достаточное количество. Больше того, от раненых у нас люди, кстати, заражались и погибали, и умирали. Между прочим, об этом даже говорится во многих источниках. Это говорится об ополченцах, которые потом возвращались, что они умирали вот как раз от болезней. Ну и в том числе Герцинг-Лембургский, посетив госпиталь. Да, посетив госпиталь. А известно, чем он там заразился-то? По-моему, тифом. Даже так? Да. Я так сейчас не могу сказать, но надо посмотреть более точные источники. Еще что-то? Скажите, в целом, а как вы объясняете, что, к сожалению, у нас как-то вроде патриотизм тверской, патриотизм тверской, а как-то все-таки эта война не занимает, на мой взгляд, должного внимания в нашем кривидне и так далее? Я говорю, из-за чего бы свои мнения такое, что а мы здесь при чем, мы здесь ни при чем? Ну, то ли это идет от переизбытка другой информации, у нас занимает сейчас другая информация больше времени, да? Я не знаю, это, наверное, где-то решается все равно на государственном уровне. Почему так мало места занимает именно это событие? Хотя это знаковое событие для России. Да, поворотное. Поворотное событие. И хочу сказать, что люди, которые принимали, наши тверские земляки, которые принимали участие, они, в общем-то, решали практически судьбу мира. Вот. И, ну, здесь я даже, я не знаю, может быть, потому, что сейчас такая программа насыщенная у школьников, и они, бедные, не успевают. Но хотелось бы, чтобы историю изучали побольше, поглубже. И, действительно, именно хотелось бы, наверное, ну, чтобы историки нашего там университета, да, глубже как раз вот именно Тверскую губернию, Тверскую губернию. Потому что мы любим, ну, я по себе помню, потому что писали курсовые работы там типа по Бейсмарку, про Бейсмарка и про того. А про своих-то... Про Бейсмарку мы знаем. Да. Но хотя надо отдать должное. На первом курсе все-таки я писала про Глинку. И тогда узнала, что он не только герой войны, он еще и археолог. Вот. Ну, да. И, самое главное, действительно, жил и дом, самое главное, сохранился. Ведь, да, это очень важно, на самом деле. Да. То, что вы имеете в виду в Твери. Да, да, да. В Твери, да. Но, к сожалению, вот усадьба, где вот Кутузова-Голенищева, она не сохранилась. Ну, несколько лет назад там поставлен камень памятный. И это очень приятно. Ну, что ж, спасибо большое. У нас в гостях была Елена Вартанова, замдиректора нашего Тверского государства Объединенного музея. Мы говорили о вообще в целом роли Тверской земли в истории Отечественной войны. А также уже скоро совсем в нашем Тверском музее открывается выставка, посвященная как раз тем событиям, с которых прошло уже 210 лет. Спасибо большое, Елена. Спасибо. Больше вам посетителей. Спасибо большое. Это была программа «Тема дня». До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»